Я сначала представлю наших участников, значит, справа от меня сидит Александр Никитенко, он сотрудник Imperial College в Лондоне, он также старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики в Москве, и он представляет эксперимент CMS. Слева от меня сидит Сергей Звянов, он старший преподаватель МИФИ, именно так, МАКЛАС, а рядом с ним сидит Анатолий Нормалюк, он профессор МИФИ, и он руководитель одного детектора АКЛАСа, TRT, это Transition Radiation Trader, может быть он потом в следующий момент объяснит, но вообще так случалось и получилось, что все представители сегодня кончали МИФИ. 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 Ну, отлично. МИФИ. 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 посчитали интересным как раз прийти, послушать, что у нас есть. Значит, это школьники класс девятый, да? Десятый? Десятый класс. Ну, наши студенты. Вот примерно такой контингент. Отлично. Разные контингенты, наверное, вопросы будут разные. Ну, посмотрим, да. Давайте начнем. Отлично. Ну, тогда я уж, поскольку я уж, так сказать, веду, да, ну, я, наверное, не представился, еще тоже Журавлёв Виктор Михайлович, профессор кафедры теоретической физики Ульяновского госуниверситета, значит, вот тогда такой стандартный первый вопрос, который я просто уже сразу озвучил, о планах самого ЦЕРНа, вот сейчас он, я так понимаю, еще не запущен, да, на новую энергию. Вот дальше, какие планы и что будет? Вот можно как-то для начала просто нарисовать. Давайте едем. Что-то, да, что это надо нормально. Маш, это вопрос достаточно широкий, потому что ЦЕРН, это ведь, как вы понимаете, не только ЛЦИ, даже эксперимент, о чем может быть и заключается вопрос, и на что по-возможному ответил наиболее полно. Но ведь ЦЕРН, это много всего. И эксперимент на фиксированных мишенях, и даже АМС-эксперимент, если вы знаете, то, что проводится на космической станции, имеет ЦЕРН и базу аналитическую. Здесь люди дежурят и делают, обрабатывают результаты, поэтому ЦЕРН это большой, и, как бы так сказать, я вам не скажу за все, а вот про то, что я знаю. Значит, вернемся просто, чтобы город был, потому что время мало, давайте сконцентрируемся на ЛЦИ. Значит, вы понимаете, что после открытия, на самом деле, большое чудо, что удалось обработать результаты и обнаружить ХИМС-базон вот за такое короткое время, его по началу работы, или по времени, до того, как мы начали работать на ЛЦИ, он даже не планировался быть открытым. Это даже за такой короткий срок, или такой маленький статистик. И поэтому, конечно, вот то, что ХИМС-базон был обнаружен, а то, что удалось померить какие-то его параметры, это уже колоссальный успех, даже вот, может быть, Саша, так сказать, о том, как ему скажут, как удалось померить ширину ХИМС-базона после этого метода. Вот, это тоже очень интересный вопрос, но в основном, конечно, мы все ожидаем, что, начиная с 2015 года, ЛЦИ приобретет свое номинальное, что называется, номинальное параметры. То есть, частицы, ставки частицы будут иметь энергию 13, скажем, хотелось бы, 13 ТЭФ в центре МАС. И вот в этом-то, так сказать, в этом-то прорыве и заключается наше ожидание, потому что все сечения подрастут, какие-то сечения подрастут неравноверно. Поэтому не все процессы будут более заметны на такой энергии, чем даже при массовой энергии, все достаточно сложно. Но, конечно, основные задачи — это улучшить статистику и более детально изучить ХИМС-базон. Это первое — подвинуть массовые ограничения или открыть новые частицы, которые мы все, так сказать, ожидаем вот-вот должны появиться. Но сейчас, как вы понимаете, что, может быть, слышали, что масса частиц новых, поколений любых, там, экзотических частиц и так далее, в большинстве случаев, когда длинуто на, так сказать, 7 ТЭФ, да, до такой степени. Но мы надеемся продлить, расширить это тень или однородные частицы. И вот новый ран мы называем ран, это сеанс, скажем, сеанс. Сеанс первый — это был вот 2011-2012 год. Сеанс второй будет 2015-2018, скажем, будет три года. За три года мы наберем статистику, очень большую статистику, потому что дальше, дальнейшее увеличение статистики, как вы понимаете, все сигналы, они по отношению к фону определяются законом корень и статистики, да, и вот все, больше и больше статистики, это все более и более скотно. Поэтому в 2018 году скорее ускоритель останется. Будут существенные изменения в детекторах и улучшения их свойств, а затем повысится, так называемая, эффективность, светимость ускорителя, когда набор данных будет достаточно высокий и, так сказать, светимость ускорителя достигнет в полтора раза больше, да, может быть, не в полтора, а еще в два раза больше значений, чем вообще каталико предполагалось. И так будет до 2022 года. В 2022 году будет серьезная малиликация всех экспериментов, потому что еще в несколько раз подразумевается повысить светимость ускорителя. Это новый, так сказать, вызов, новое ученище для всех, потому что многие системы, они просто не были никогда предназначены работать в таких условиях. И по определению они были сделаны, но вот, так сказать, это новые условия уже пять раз превышают условия по дизайну. Вот это, конечно, рождает много проблем, сложностей, и серьезный шаг увеличения статистики будет сделан уже после 2022 года. Но вот эти следующие три года, мне кажется, это мое такое, может быть, персональное мнение, что они должны многие вещи открыть или закрыть. Вот, коротко рассказав о планах Ильисея, я вас остановлюсь на этом. Спасибо большое. Да, ну, в принципе, наверное, ответили на этот вопрос. Да, пожалуйста, в связи с целью. Ну, да, следующий вопрос, Золотовский Игорь, Ните Угу. То есть у меня такой вопрос немножко детский, потому что у нас сегодня сборная Савянка, но мы уже об этом говорили, потому что вот это для нас большая радость, что младшие студенты и школьники изъявили огромный интерес к его присутствовать на этом мероприятии. Ну и поэтому, как бы, некоторые вопросы такие, вот, желательно осветить. Вот когда Большой Адронный Коллайдер запускался, и когда, ну, вот эти научно-фантастические страшилки шли по поводу того, что возможно образование черных дыр, которые могут привести к гибели человечества, то есть на это мы, ну, как бы, ну, детям, естественно, говорили, что, ну, ребята, в конце концов, Большой Адронный Коллайдер на максимуме – это 13 терраэлектрон-вольт. То есть Земля постоянно подвергается бомбардировкой частицами с энергиями намного порядков больше. Даже вот в последнее время там японцы регулярно регистрируют частицы с энергией 10-20 электрон-вольт, которые даже, в общем, превосходят вот эту вот границу, собственно, Кузьмина. Ну, у детей возникает следующий вопрос. Если, собственно говоря, есть такие отличные сверхплоскоэнергетичные частицы 10-19 и 20-й, зачем же нужен Адронный Коллайдер, да, у которого 10-13? То есть вот могли бы Вы вот примерно сказать, где, ну, какие эксперименты не могут быть в настоящее время поставлены с помощью космических лучей, а где, может быть, все-таки именно, какие эксперименты можно поставить только с помощью космических лучей? Вот ответить на этот вопрос. Так, ну, давай, спонсор, я ответил. Ну, по-первыхому вопросу насчет того, что рождаются черные дыры, это такой уже, как бы, стабильный вопрос, и ответ на него тоже довольно стандартный, что мы можем рождать, конечно, в нашем Коллайдере черные дыры, но определенное предположение, что там, например, в теориях, в которых есть дополнительные размерности, в теориях, там, случается так, что если протону пройдет очень быстро друг от друга, то возможно образование там, где черные дыры, с массой, там, 1, 2, 3, 4, 7т, вот, но, к счастью, она, наверное, распадется, то есть она не успеет съездить в установку и нас вместе с вами, вот, потому что черные дыры, как было доказано, распадается, это мгновенно, но в нашем случае мгновенно, а стратегии, конечно, нет, вот, поэтому мы действительно искали на нашем Коллайде черные дыры и не боясь, что они нас продлодят, и поставили какие-то ограничения, скажем, но по порядка трех тех, то есть, если они и есть в этих теориях дополнительной размерности, то они тяжелее, чем, примерно, там, 3, 4, вот, и после этого уже эти модели становятся как-то не очень интересными, потому что тогда они не решали те проблемы, которые они должны были решить, вот, а второй вопрос, второй вопрос, я не специалист, но мы делаем, что мы стараемся делать, мы стараемся, во-первых, родить новые частицы, которые тяжелые, и во-вторых, измерить их свойства, для того, чтобы родить тяжелые частицы, которые большие энергии, которые, конечно, в космических лучах намного больше, но этого недостаточно, нужно еще очень много взаимодействия, потому что сечение растения очень маленькое, поэтому уже нужно немного солдарений, чтобы, в конце концов, пролить, одной энергии недостаточно. И, конечно, на коллайдерах у нас гораздо больше солдарений, чем случается в космических лучах, поэтому, конечно, с другой стороны, среди вот этих аномальных, супергегантских энергий, взаимодействия в космических лучах, конечно, это необходимо делать, потому что такого типа энергии на Земле, в принципе, достичь невозможно, как у наших рабочих сил, поэтому это как бы два комплементарного дополняющего направления, а другого и исключает. Вот чтобы немножко, как бы, число какое-то, мы все-таки физики или компонентарные учислены от того, что Саша говорит, то ли, понимаете, что в области, скажем, 10-20-й век, да, одна частица через квадратный километр в год. Вот давайте накопим статистику, сколько нам нужно подождать, чтобы получить что-то. Вот в этом-то и заключается, так сказать, разница. Хотя явления там могут быть те, которые мы не знаем, как там то и то, и то, и это действительно. Да, но коллегия эта цифра 40 МГц, то есть 40 миллионов раз в секунду сталкивается частиц, но гораздо меньше энергии, но зато это нам дает большой статистический материал. Как такой же, хотя бы приближающийся к тому же, накопить статистический материал на космических лучах, пока никто не понимает. Да, эти энергии есть в 20-е ужасно интересны. Но это и кемичные случаи. Может быть, раз в год залетит на Землю такая частица. Ну, надо сказать, что есть эксперимент, ай-най-сайф-магнетис-спектрометр, который прикреплен к международной космической станции. Его запустили туда в 11-м году, и он там, пока космическая станция будет летать, он будет набирать данные по космическим лучам, собирает все-все частицы, которые пролетают через него. И у него будут другие данные, другие какие-то результаты. Они ищут, ну, во-первых, они ищут, возможно, античастицы, может им дать возможность узнать, из чего состоит темное вещество, или какие-то наветки на это получит. Так что, заниматься тем и этим. Спасибо. Еще такой вопрос, все-таки немножко разная информация. Вот сейчас максимальная энергия на протонах какая достигнута? То есть 13 ТЭО-ов еще нет, по-моему, да? Или уже? Нет, нет. Нет. Это будет в следующий год. А вот в связи с этим вопрос, да, вы, так сказать, озвучили, что там будет развитие и дальше, там, 20-е, да, год и так далее, там какие-то будут еще. Неоднократно, в общем, говорилось о том, что будут какие-то предприниматься попытки строить еще что-ли больше, на лайках. Даже говорили, что это где-то на территории России собирались, там где-то. Даже такой какая-то информация проходила. Вот как-то можно это проходить? Смешно. Ну, действительно, сейчас, поскольку Руси фактически работает на полную ночь, сеанс номер один, трехлетний, 11-12-12 год, отработан хорошо, многие физики смотрят на далекую перспективу, на несколько десятилетий вперед. А что дальше? Конкурируют сейчас в ускорительной физике два отхода. Либо линейный коллайдер, либо опять кольцевой коллайдер большего размера, чем тот, что мы имеем на ЛХС. Напомню, что ЛХС – это кольцевой туннель длиной оборуженности 27 километров. Буквально сегодня и завтра в церкви начнется очередное совещание группы, перспективной группы, ФЦЦ она называется, Future Circle Collider, которая будет рассматривать вопросы о том, как мы можем построить кольцевой ускоритель следующего поколения. Пока рассматривается один из проектов, что строится 80-километровый проект, здесь же в 10 км. Моя оценка, что это может быть объяснено на время примерно в 2040-й год, не раньше. Точно так же рассматриваются варианты просто линейного ускорителя, где, скорее всего, должны ускоряться на встречу друг к другу два пучка электронов, или пучок электронов, или пучок пузелетронов. Здесь просто энергетически больше есть выгода, что не нужно тратить огромную электрическую энергию на создание магнитного поля, которое бы удерживало летящие частицы на лицевой орбите. Потому что огромное количество энергии в нашем кредитском коллайдере тратится на то, чтобы впитывать сверхроводящие магниты, которые создают нужное магнитное поле, и частицы летят по орбите, которые соответствуют длине окружности в 27 км. В случае линейного коллайдера эта энергетика обращается. Там частицы летят по прямой линейной траектории, но зато и дуны надо строить. Километр 60 или, там не знаю, 80, прямой как стрела. То есть сейчас это все очень нравится, но я говорю, следующее поколение таких коллайдеров – это, скорее всего, ориентированность на 40-й год. Валерия, ученица 9-го класса. У меня такой вопрос. Планируются ли в ЦЕРНе эксперименты по обнаружению гравитона, гипотетической безмассовой элементарной частицы переносчика гравитационного взаимодействия? Я знаю, вот гравитон, так как классический гравитон, который имеет массу 0 и очень слабо с чем-то взаимодействует, насколько я знаю, таких кланов нет. Однако даже на ищи на наших экспериментах мы планируем наблюдение других состояний гравитона, которые возможны, скажем, в теории сверхразмерности. Тогда у нас будет, он, так сказать, путешествует везде и в наших измерениях сверхразмерностей, а здесь в нашем мире мы увидим как обычный тон, как по Ньюклу, по Эйнштейну, который слабо взаимодействует со всем, и еще несколько дополнительных состояний, скажем, более тяжелых масс, начиная с 2, 3, еще выше. И, в принципе, мы уже делали какие-то исследования, чтобы пронаблюдать вот эти вот невозбужденные состояния гравитона, которые сильно взаимодействуют. Почему мы их можем зарегистрировать? Они раскладаются на обычные частицы с нормальной скоростью. Поэтому, если они существуют, мы можем их либо зарегистрировать, то, что очень чистый сигнал может быть. Мы уже в прошлом 2 года сделали ограничение на массу вот этих вот возбужденных состояния гравитона, в теории шверхразмерностей тоже где-то исключили, в общем, по-моему, плац и пелы. Вот, то есть, ну, конечно, может быть, еще там в какой-то момент будет продолжать быть интересным. Хотя, чем тяжелее массовое стюжение, тем менее интересны вот такую модель, потому что они не мешают проблеме, которую они хотели бы решить сам начальник. Им бы надо было и порядок, там, одного, двух, трех тех, которые будут тяжелее. А нормальные гравитоны, я не знаю, есть ли в целом какие планы, чтобы заперлить, что только волны, да, такого нет. Такого нет. Никто не поймает. Ну, гравитон, да, вообще волосы-то еще не открыли. Нет, ну, есть не в целом какие-то из больших стреляций, чем в результате. Ну, понятно. Гравитон не война, а волосы. Да, еще один вопрос есть такой. Как в ЦЕРМе планируется исследоваться частица нейтрины? И вообще есть ли такие планы? И почему нейтрина играет такую важную роль во Вселенной? Может быть, я несколько скажу, хотя я точно не знаю, нейтрины программы, нейтрины программы ЦЕРМа, но понимаете, нейтрина, те остальные частицы, она является, как бы так, участником слабых, что называется, взаимодействий, нарушений сегетрии. Поэтому, конечно, так или иначе, мы в экспериментах ищем, когда мы анализируем какое-то событие, на самом деле это рядовое явление, когда нейтрина рождается, да, практически там каждое сравнение рождаются эти нейтрины. Просто ищем события с участием нейтрина, которые, так сказать, чем-то интересны. Нейтрина, как и электрон, просто для нас неконсульс, гаординарные частицы, хорошо известны. Есть, конечно, всякие проекты, там, не только проекты, а измерения всякие, связанные с ассоциацией нейтрина, потому что нейтрины, как и, скажем, электрон или мемизон, они разные, да, какие, как являются, так, и мир нейтрина и электронный нейтрина, они разные частицы, но они остеревают эту собой, ассоциация доказана. И, конечно, есть, как вы знаете, вот этот опера-эксперимент, который находится в Италии, в городе Канзаса, а пучок из серны, частиц, пьет туда и образуется нейтрина такой пучок, и там регистрируется, когда вот произошло, как сказать, в доказе-открытие, которое просто было второобразным нашим, связанным с тем, что ярко-эксперимент есть больше, чем скорость света, но, скажем, это, конечно, такое шаломяющее открытие, поэтому немножко поспешили, наверное, его объявить, потому что он переворачивает практически наше представление о том, как устроена материя. Поэтому я вот так сказал. Конечно, оно, как и всякая частица, оно и участвует в индивидуальном взаимодействии и несет некий, так сказать, некий отпечаток и някую часть информации. Почему нейтрина важна Вселенной, я так сказал, мне трудно ответить, почему именно нейтрина, электронно важна, но она, оно, как бы так, оно важно тем, скорее всего, и понятно тем, что мы его не так просто, не так просто его зарегистрировать. Через нас с вами проходит, я не знаю, 10-15, что-нибудь в секунду нейтрина. Вот мы с вами сидим, а у нас такое количество нейтрина проходит. И, так сказать, мы этого не замечаем, поэтому, конечно, эффекты связанных с нейтрина, они любопытны, но я бы так сказал, вот такого фундаментального значения нейтрина, почему оно именно, оно важно у Вселенной, я бы, если только оно имеет и на любую массу, это вот интересный вопрос, какую же все-таки массу имеет нейтрина. Пока все изменения говорят о том, что она имеет массу ноль, значит, она не имеет массу ни ноль, да, это очень, так сказать, в новом науке направлении исследований. Вот, Дмитрий Крабков, научный сотрудник, а вот по эксперименту Опер вы говорили, там вы думаете, все, тема закрыта с ним, да, вот эта тема закрыта, это, к сожалению, все, грубо говорят, правильно провод, с плохим контактным проводом, вот если так вот. Простите, уже попыток нет, повторите, повторите. О-о-о, повторите, потому что провод был не так вот. Можно еще пошевелить провода где-нибудь, еще что-нибудь повторите. Да, все равно, да. Может, надо добавить, а школьников, это важно сказать, что в физике, как и в других науках, эксперимент, когда он подтвержден в других экспериментах, это можно заявлять об открытии, то есть Атлас и СМС, они взаимно друг друга подтвердили, поэтому можно говорить об открытии частиц этих, да, Опер, это единственный эксперимент, и он не был ничем подтвержден, поэтому когда ученые эксперимента заявили, что вот они видят такие частицы, которые, как бы, кажется, летят быстрее скорость системы, это не было заявлено как открытие, они поставили финансовым сообществам вопрос, ну, мы мерим так, пожалуйста, проверьте. Мы стали проверять, естественно, сами, и церковь стала отправлять пучки в гранд-сансы, короче, чтобы черче мерить время, ну, а потом, в результате, вот такая ошибка была. Поэтому... На колонии наказали там, виновные наказки. Там есть моральные, моральные, как бы, кричи в гранд-сансы, которые, я бы так сказал, важнее, чем другие, которые сказываются в этой реальности, в этой массе, в этой курице, в этой курице, в этой курице. Полвека назад в Церне работал такой ученый, как Джон Белл. Вот он сформулировал неравенство, проверка которой экспериментально занимается до настоящего времени. Сейчас в Церне есть какие-то исследователи, которые продолжают вот это направление исследований, развивают, разрабатывают основу квантовой механики, теории информации и философские какие-то принципы, влежащие в квантовой механике. Кодж-Льотинге, вот это все же, все дела, убивает. Я не специалист, так сказать, в теории квантовой механики, скажем так. И поэтому мне трудно сказать, вообще говоря, какие детально аспекты квантовой механики изучаются в Церне. Значит, на мой взгляд, квантовая механика – это инструмент, да? И, конечно, основы квантовой механики закладывались в бурных дискуссиях с философами. Паулин, например, и особенно в 30-х годах, знаете, философа Юма, философа Маха, который математик в тот же самое время был. Вот бурная дискуссия, а не бурная дискуссия, потому что этого сложно, крайне сложно было понять. И философская, одна из философских проблем – это принцип неопределенности Гайзендера, когда, так сказать, говорится, что нельзя одновременно знать точку частицы, ее, например, момент, снизу, сгиборсия. Вот, и когда экспериментатор, вот здесь начинается философия, когда экспериментатор пытается что-то померить, он вносит свои возручения, потому что он любит мерить пространство, либо померить, и уже объект сам становится другим. Насколько я понимаю, Белл предложил какие-то, так сказать, структуры, я еще раз говорю, я практически еще не знаю об этом, но которые, так сказать, пытались косвенным методом изучать, так сказать, материальный объект. Он действительно в 60-х годах поступил в ЦЭЛ, и уплодотворно работал, но сейчас я не уверен, что в этом, так сказать, направлении много работают в ЦЭЛ. В основном занимаются, так сказать, фундаментальные взаимодействиями различными, так сказать, аспектами фундаментального взаимодействия. А вот развитие квантовых, как бы это, философско-инструментальных, я так сказал, аспектов квантной механике, я не уверен, что в ЦЭЛ никто-то занимается, но еще раз, так сказать, даже если человек занимается чем-то другим, он может также в ЦЭЛ, особенно заниматься еще и какими-то другими аспектами, поэтому я бы не стал здесь как бы закрывать совсем, что называется, дверь для таких интересных вещей, но в принципе я не слышал, что кто-то вот занимался этим вещем. Понятно, спасибо. Так, ну что, Айрак, у тебя тоже был вопрос. Меня зовут Айрак Балтынов, я в 10-м, у меня вот такой вопрос. Один из принципов работы коллайдера – это моделирование условия вблизи момента рождения Вселенной. Может ли это представлять какую-либо опасность? Ну, здесь уже говорилось про черные дыры, про ту опасность, которая гипотетически много обсуждалась в основном журналистами, как я понимаю, но аргумент, который уже здесь опять прозвучал, и я повторю ему, это то, что космические лучи бомбардируют Землю на протяжении 5 миллиардов лет. То есть все это время, пока Земля существует, она подвергается бомбардировке задержанных частиц из космоса. Мы, Айрак Балтынов, в принципе, делаем все то же самое. Достичь каких-то плотностей энергии или достичь каких-то условий, которые точно соответствуют большому взрыву, от которого пошла вся наша Вселенная, мы не можем. Мы даже не можем представить себе, что было в нулевой момент этого большого взрыва, когда из одной точки пошла развиваться Вселенная. Я просто здесь могу назвать две цифры, которые, может быть, очень хорошо проиллюстрируют то, что я сказал. Значит, размер протона 10-13 сантиметров. Так вот, космологические теории, которые экстраполируют всю Вселенную в момент времени равную нулю, говорят, что вся Вселенная была заключена в объеме диаметром 10 минус 27 сантиметра. Как в такой мизерной точке, которая там на 14 порядков меньше, чем проток, могла быть сконцентрирована вся энергия Вселенной, которую мы сейчас видим. Естественно, мы в земных условиях не можем достичь такого уровня, чтобы сделать тонную энергию, запасную энергию, чтобы сделать новый большой взрыв. Поэтому мы можем маневерировать только те условия, которые возникли, ну, я не знаю, через ам. Две, три, пять миллисекунд после большого взрыва, когда плотность энергии уже была не такая высокая, когда температура того адырного, или, вернее, даже кваркового суха, который вот был, уже была немножко поменьше, то есть эта материя уже остыла. И вот, опять же, плотность энергии такова была в этой молодой Вселенной, только что после большого взрыва, которую мы действительно можем смоделировать здесь, в искусственных лабораторных условиях на устроитель. Ну вот, если я ответил на ваш вопрос... Я могу еще добавить просто забавную, похоже на вопрос там, как катастрофы и так далее, по поводу коллайдера нам просто задали, на которые мы сейчас не могли ответить. Вопрос был такой, что правда ли, что с открытием хиксского бозона увеличивается вероятность исчезновения силенского бозона? И мальчик спросил, и сказал, что он прочитал пить научную исследование по этому поводу. Вот. Мы сначала нанимали на бозон, действительно, уже 30 лет люди, которые занимаются данным моделем и хиксским бозоном, действительно это обсуждают. То есть смысл в том, что вот этот потенциал бозона хиксы, которые мы открыли, при колоссальных энергетиках, которые на Земле не могут достичь, становится отрицательным, и не стабилизируется, он все время падает. То есть возникнет такой несолидный вакуум. И вероятность того, что мы перейдем спонтанно в этот несолидный вакуум, там, скажем, прогноз погазин, только ДЖДР умножить на ДЖДР равняется, там. В какой-то момент, вот это вот ДЖДР вы таким огромным, что мы в этот несолидный вакуум перейдем, возникнет такой путь, просто у нас вероятность, наверное, расширится и мы ищем, вот, и люди действительно считают вероятность этого, и вероятность, к счастью, больше, это может произойти по их расчетам, скажем, уже время жизни больше, намного больше, чем время жизни нашей Вселенной до сих пор. То есть вероятность катастрофически мала, и кроме того, это еще зависит от того, как раз мы умерли, массу, топ, важный и данный бозон в других частицах. Вот, но, Борис, это вопрос интересный, как заказано. Так, вопрос интересный, даже я хочу еще добавить, потому что на самом деле интрига вообще поиска, так сказать, хит-бозона, она любопытна, никто не ожидал, что он такой малый масс, все ожидали его достаточно большой массы. Вот, то, что он малой массы, на самом деле, тоже много спекуляций теоретических есть, потому что, как бы, он близко, его масса такая малая, что, так сказать, например, Вселенная может иметь несколько вакуумных состояний, вот, то, что Саша говорил, просто из одного, вот, у нас только масса мала, что обсуждается вопрос, что как бы Вселенная не перешла, не перешла из одного вакуума встать в другое, да-да, ну, как-то потрясение, у нас, так сказать, все произойдет, мы ищем, это все, Вселенная грохнется, и мы ищем, вот, да, вот, это интересно, кстати сказать, напрягу, еще такой момент всей этой истории. Да, но в счастье это справедливо только в фонаре, в которых почти никто не даст оживить, ну, по-моему, вот, да, это правильно, но, к сожалению, нет никаких доказательств. Вот вы говорите, не ожидали, что масса бозона Хиггса, она такая маленькая, ну, с другой стороны, бозон Хиггса сам отвечает за массу, ну, я не специалист, но такие утверждения, вот, я читаю, как может тот, кто отвечает за чью-то массу, сам иметь массу, вот, какую-то, сказать, зацикленность, он сам отвечает за свою массу, он сам ее себе создает? Дмитрий Кrimгса. Ну, как бы, да, вот, здесь вопрос, как электромагнитное взимодействие, так сказать, понимаете, Хиггс, они не просто бозон Хиггс – это поле, да, а бозон – это переносчик этого поля, поэтому то, что, вот, то сказать, бозон имеет массу, да, он сам собой взимодействует, а вот как они, как оно и есть. Наверное, на какая же аналогия с лобомерегиум, наверное, на какая же аналогия в электромагнитном поле, электрон имеет заряд, а поле создаётся зарядом. И электрон сам с собой получается взаимодействовать. То есть мы просто берём другое поле, которое может быть более привычное для нашего понимания, в частности, электромагнитное поле. И вот здесь всё получается точно так же, как и в случае поля Хихсонского. Вот здесь в связи с этим тоже ещё вопрос, раз про Хикс уже пошёл. Вопрос был от астронома старшего поколения, но вот Рахим Минашенко, его, к сожалению, сегодня нет. Вот вопрос был такой. Всё-таки когда, можно сказать, когда Хиксовское поле, это вообще родилось во вселенной, оно изначально существовало, или это было рождение, вот можно как-то это сейчас сказать, что-то в этом плане? Я не могу начать как ответ, не специалист в физмологии. На мою просвещенную взгляд, оно возникло с самого начала, но и в той форме, в которой оно есть. Но вот процесс вот этого спонтанного нарушения симметрии, о котором мы говорим, из-за чего появилось взаимодействие разделительное, электромагнитное, слабое, оно возникло чуть позже, и вот Вселенная выбрала в какой-то момент скатиться, выбрала способ скатиться, принять состояние вакуума, в котором это поле равно нулю. Это уже, может быть, немножко побольше поле дошло, когда оно чуть подостыло, вот оно там пришло, и вакуумом в этом состоянии не равен нулю. В смысле, поле в это состоянии вакуума не равно нулю физическое поле, в это состоянии не равно нулю. И вот то, что мы называем как спонтанное нарушение симметрии, вот. Но оно существовало, по-моему, всегда с самого начала. До тех пор, пока мы понимаем, что, так сказать, дальше, вот мы говорим, есть там такое взаимодействие, это магнитное, светильное, слабое, вот мы двигаемся по энергии дальше, вот они там соединяются. В конце концов, мы не знаем, что там было в той точке, которую Сергей сказал, пункт 10 минус 27, у нас седьмой, и вся энергия Вселенная была в этой точке. Что там в этой точке, конечно, никто не знает. Но их свою боль тоже должно, наверное, когда-то было родиться. То есть оно не вместе с этой точкой, оно было уже где-то в другой точке. Я бы так сказал, что мы не только специалисты в космологии, но еще и существует столько какого-то космологических теорий, где можно что угодно, новая Вселенная, одна Вселенная, так сказать, поле такое, поле сякое, что мы даже не, как бы так, и бережимся ни одной, поэтому вот ответить однозначно на вас вопрос существовало до того, как родилась ли Вселенная в Хиггсовском поле или нет, это, я бы так сказал, не брод, не берусь, но Саша думает, что... Мы не знаем, что современные популярные книжки говорят, что, во-первых, ну, эти точки, ну, то, что не нет, там, соответственно, и точки были вести, как говорилось, и вот с колоссальной, там, у меня, например, плотность, и так далее, и что было до этих точек, это вопрос скорее религиозный, а не научный. Мы не знаем, мы не можем ответить на этот вопрос. Вот, это, как раз, какой-то мой друг аиранский с тобой еще обнялся, его вызвали на телевидение, а у нас мусульманская страна, Асерин Белевашка, что было до этой точки, там, так сказать, провоцировали, чтобы он это видел, а вот Аллахси отдал там эту точку, не сказал, хотя тут все убедить. Вот, и надо я еще добавить, вот по поводу этой точки, надо понимать, что на самом деле, поскольку у нас нет квантовой тюрьмы, гравитации, мы не можем описать, то есть, на мнении Эйнштейна они не работают, а когда расстояние ровно и плотность бесконечна, просто мы не знаем, что там учат. Понятно. Так, ну, у нас есть еще вопросы? Кто? Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Магадеева Валерия, 50 класс, 15 школа. Пусть подоставка, какая вообще роль российских ученых, российских физиков в программах ЦЕРН и как вообще вы попали туда? У нас, это как бы вопрос можно разделить на два, как вообще Россия представлена в ЦЕРНе. То есть Россия не является членом ЦЕРНа, но Россия участвует во многих коллаборациях ЦЕРНа, а коллаборации, они независимы от ЦЕРНа. То есть ЦЕРН предоставляет базу для проведения экспериментов, а коллаборации создаются независимо, они создаются по желанию институтов, университетов различных стран. Потом эти институты заявляют на ЦЕРНском совете, что вот у них есть такая идея о таком эксперименте, и ЦЕРН, скорее всего, принимает этот эксперимент, ЦЕРН может участвовать также в этом эксперименте. Поэтому эксперименты и коллаборации, они независимы. Вот Россия является участником многих коллабораций. Она является участником всех четырех экспериментов на большом огромном коллаборе. Как российские физики участвуют, то есть они приезжают сюда командированные от своих институтов. А институтов в России, которые участвуют в этих коллаборациях, около 12, ну основные они в Москве. Позвольте просто такое уточнение. Какой группа процента? Один процент? Девяносто процентов? Группа. Знаете, всех, скажем, ученых, которые приезжают работать в этих коллаборациях, около 11 тысяч. Со всех стран. Со всех стран, да. Со всех стран. То есть они и станут члены ЦРМ, и страны нечлены ЦРМ. Но российских физиков, вот просто пообразить данных, около 900 человек. Десять процентов, спасибо. Что довольно большой процент. Это не значит, что все 900 физиков они одновременно находятся в ЦРМ. Они могут приехать на несколько месяцев, на пару месяцев, работать какое-то время, потом уехать в свой институт и продолжать работу там, в своем институте. Они могут работать здесь довольно долгое время, несколько лет, и руководить даже каким-то, например, театром как Анатолия, например. То есть по-разному, да. Но группы очень сильные. Российские группы ищут вообще большое уважение к российским физикам, несмотря на то, что все время ходят на то, что уровень обучения в университетах, в институтах в России падает. Но, тем не менее, пока, в общем, держатся на уроке. Да, я хотел бы давать, что, в принципе, поскольку сейчас вот средства масс-информации, вот мы анализируем данные, можно анализировать данные из любой точки мира. То есть, находясь в Москве или у вас, если у вас есть связь, и вы привлечены в эту систему, вы, по-разному, вы можете работать даже как будто вы сидите в ЦРМе. Ну, конечно, в ЦРМе важно общение. Просто, ну, легче получить информацию, но вообще личные контакты важны как всегда, как и везде. Но эффективность работа сейчас уже менее зависит от географического положения. Сказал, эффективность работа очень зависит от возможности. 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 А вот эффективность, к сожалению, как коровная, может зависит от. Да, ничего не зависит от. Да, ничего не зависит от. Я не знаю, что совсем. Да, да, да. И второе, я хотел еще раз подтвердить то, что Марина сказала, действительно, пока что уровень наших студентов сильнее. Наши студенты группы более сильнее. Этого стуриза вот самыми студентами. Скажем, мы первым колледжем российских ребят, которые приезжают. то есть, особенно когда прошли 10 лет, там очень это необычное. Ну, Саш, я так сказал. Я другой не могу. За 9 лет. Потому что, конечно, у вас приезжают 2 листодента, лучшие из 10 лет. Аааа. А я, видела, с 싸убитель. А сам не нравится. Да, я сам и есть на все это. Вы доволитесь, не — на все эти классы. Ты, я хочу сказать, где уровень, скорее всего, все-таки держится. Несмотря на то, что то, конечно, это… Как мы говорим, кто идет в университет для изучать физику. Те, кого мама смогу послали, тех, которые хотят получить образование И заниматься делами денег, и 30% все-таки людей, которые мотивированы, идут, и они им интересны. И, конечно, вам хорошо это все известно в процессе всех этих смутных времен с точки зрения науки в России. И, конечно, на поверхности баланс менялся, во-вторых, мотивация, поскольку, как всегда, сколько ты лучше, если такой умный, почему такой белый. Вот это, к сожалению, стало неким штангом молодых людей. То есть мы сейчас надеемся, что времена меняются, существенно меняются, потому что все-таки сейчас большое внимание стали уделяться, стали уделяться науке, но тем не менее, как бы все начинается со школьной скамьи, потому что там рождается представление о профессии, о желании, о мотивации и так далее. Но физтехно сохранил уровень и уровень требований, потому что ведь, в зависимости от того, кто приходит в институт, так сказать, как бы институт не может всех вынуть, да? Тогда он перестанет быть институтом, поэтому для того, чтобы поддержать какое-то определенное количество лет, вот уровень потихонечку сниграться. Я могу сказать о нашей реках, о нашей группе, потому что туда сложно, и до сих пор сложно зазвать студентов, потому что все знают, учиться там трудно, там двойки ставят, учиться трудно. Вот, поставим, ставим. Школьникам, кто хочет, из всех поступать в Ульярдский университет. Дмитрий Александрович, он чуть-чуть, от сюда будет грамма клея в спите. Так, еще вопросы. Ну вот у меня есть такой еще вопрос. По-моему, в январе-феврале там как раз было еще объявлено об открытии еще одной новой частицы, адронов. Вот там можно как-то прокомментировать? Адрон новый был открыт, вот было сообщение. Адрон новый, это понятие такое, потому что адрон это все, что тяжело, все, что сильно взаимодействует. Ну, вроде как новой частицы. Ну, вроде как новой частицы. Состояние возбужденной какой-то частицы. Это, да, пожалуйста, таких открытий, а такие открытия есть. А, вообще говоря, новой частицы, пока никакой не открыт в роли. Ну, вот это было, просто я сам видел это сообщение, довольно-то сказать, оно было значимым, я аж не помню. Нет, ну что, да, давай, если вы открыли какой-то, если я так привезу, что такое... Адроновитель служил, что такое... А вот я об этом говорю, что все частицы, они уже только из плаков, как ада, да? Нет, ну это понятно. Он состоит из электронов. Если электрон находится в каком-то безнестабельном состоянии, то уже атом обладает немножко другими свойствами, правильно? Вот так и здесь, плаки, они находятся в возбужденном состоянии, появляется другая, как бы, частица, хотя, в общем-то, внутренность, наполнение ее тоже самое. И что, и как была у вас с этим... Ну, вопрос-то в том, насколько это вообще укладывается, не укладывается... Как его назвали, вопрос? Нет, ну это там какие-то... Вот, это было достаточно новым, или это было просто, ну скажи... Нет, нет, я еще раз говорю, что все, что сейчас в плане открытия, и обнаружение, оно связано, как бы, ну, оно укладывается в кантовой кромодитам. Как вот есть хероскопии для переходов там всяких, и внестабильных состояния ватами, так и, в общем-то, внутри частиц, так сказать, там... Все как бы тоже понятно, что есть такое возбужденное состояние, кварк, вот он может спуститься туда-сюда, и звучит то-то, частиц может распаться на эту частиц, и это начинает частиц. Поэтому это имеет спектроскопии такого плана, имеет серьезный, как сказать, background, серьезное основание, чтобы изучать, потому что это фундаментальные вещи, но новые частицы, как-то какого-то обнаружен, я не знаю, такая вот частица, которая отклоняется от каких-то наших представлений стандартной модели. Еще вопросы? Тоже вопрос такой технический. Технический тоже вопрос, как бы интересен взгляд изнутри. Вот в последнее время приходится часто общаться с лазерщиками, и вот есть интересные концепции создания лазерных скорителей, использующих эффект келеваторных волн, которые позволяют обеспечивать увеличение энергии частицы гигаэлектрон-вольт на метр. И вообще вот все вот эти выколотки, теоретически, выглядят крайне интересны и перспективны. Вот взгляд изнутри. В ЦЕР не рассматривает лазерные скорители как возможную альтернативу? Я отвечу, пожалуй, на этот вопрос, потому что я на самом деле этот вопрос видел, но я не знал ничего. Я прочитал, и теперь могу. На самом деле, на самом деле, это очень интересное направление, действительно, надо сказать. Я так скажу, что эксперименты, которые вот в Стенберге делались, они получили на 3, на 1,5 сантиметра, нет, на 1 сантиметре они получили 1,5 гг ускорения электрон-вольт. То есть, действительно, это может происходить вот в некой, как бы, так сказать, не в вакууме. В вакууме лазер не ускорит частицу. А вот если есть немножко газа, то рождается такое плазменное состояние. И вот с нити напряженности полей, которые связаны с лазером, такие великие, великие, большие, что рождается продольное электрическое поле, которое подходит. И есть сейчас коллаборация даже. Вот в прошлом году, по-моему, в это время, даже в июне была, так сказать, конференция. И, по-моему, там уже участвуют 15 институтов. И европейский фонд выделил на этот полбиллиона, по-моему, на изыскание такого бан, что можно сделать. Здесь, почему это становится интересно, потому что, как бы, сделать... Да, правильно, скажите, вот такой вот, на 1 гг, но, так сказать, сам Лазов, чтобы вот это ускорить, он там несколько зданий снимает. Поэтому, как бы, может быть, обчинка выделки стоит. Но вот сейчас люди думают немножко по-другому, на что они получили деньги. Это они говорят, давайте мы поставим фибры, фибры, баллона, да, и поставим светодиоды туда. И вот если много-много-много, лазерные диоды, ну, они это практически все, там, лазерные диоды, и они, фактически, это, скажи, можно получить такой источник света, который много мощности не потребляет, вот рассеивается. Но если сделать много тысяч, там, десятки тысяч таких волокон, то можно создать условия, когда вот как раз все это будет работать. И тогда не нужно таких сумасшедших накачивающих вещей, а просто обычно ординарные какие-то вещи, ординарные какие-то компоненты использовать. Это очень интересное управление, действительно, потому что, как всегда, все начинается с малого, и бог знает, может быть, вместо того, чтобы выжить гонал, там, где сто километров в граните, для того, чтобы сделать коллайд, а может быть, через несколько лет можно сделать это осеннефкомность в одном здании. Так сказать. Ну, то есть, это, фактически, чуть-чуть другой, новый, наверное, более перспективный способ ускорения частиц в ускорителе. То есть, у нас здесь сейчас, чтобы вы понимали, у нас, значит, на всем протяжении коллайдового ускорителя на 27 километров стоит одна маленькая ускоряющая радиочастотная станция, она, по-моему, длиной метров 10. И вот частицы за каждый оборот, когда они летят на 20 километров, получают добавок, каждый протон получает на одном обороте добавок в своей энергии, и все на все полное. То есть, вот, темп ускорения в коллайдере очень пирамилит. То есть, фактически, если вот так рассуждают, как люди рассуждают, с точки зрения ленинного темпа ускорения, то в LHC идет накачка полумыла на 27 километров. Но за счет того, что частицы многократно проходят, 11 тысяч раз в секунду, проходит этот ускоряющий промежуток, со временем они достигают энергии, но как было в последние дни, когда работал ускоритель в 2013 году, а они, стартуря с впрыскиваемой энергией батонов 450 вверх, достигают 4 дефт. Сформили энергии в конце. Но вот для этого нужна такая геродезная машина. Может быть, вот эта вот лазерная накачка позволит создать более компактные ускорители, но этот проект, как я понимаю, в самом-самом начале, потому что начался он в 2012 году, в прошлом году он получил финансирование от Евросоюза. Посмотрим, что дальше будет. Пока это чисто не ого. А в России такие проекты обсуждались? Собственно, собственный проект. Да, такой проект, такого типа проекта обсуждался? Ну, в самой России. Я знаю, что люди работают на этом направлении, но как проект, ну, не обсуждается. Врежем туда. Нижнем туда. Как проект, такого нет. Нижнем туда. Нижнем туда. Еще вопросы. Можно? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут, допустим, Павел Нитиугу. Вопрос такой. У вас множество очень серьезных детекторов, которые очень сложно устроены, и вы сами не раз повторялись насчет статистики, когда был вопрос про космические лучи. Вопрос следующий. Разумеется, есть вычислительный центр. Для каждого детектора он один или это какой-то общий? Это первый пока вопрос. Ну, поток данных, насколько я его представляю, выглядит так, что первичные данные с детектора обрабатываются, происходит первичная обработка в ЦЕРНе, довольно быстрая. Как мы называем обрабатываем в ЦЕРНе. Вот. И, по-моему, CMS Atlas имеет разные фармы. Ну, тут я сейчас, может быть, добавлю немножко к тому, что сказал Саша. Значит, существует много разных уровней поток информации и, соответственно, много разных уровней вычислительной техники, которые требуются для ее обработки. Значит, наши эксперименты, Atlas и CMS, они самые большие на Большом Адроме коллайдере. И примерный, первичный поток информации, он составляет 10-15 бит в секунду с каждого из двух детекторов. Потому что в CMS, насколько я помню, количество датчиков порядка 60 миллионов, в Atlas порядка 90 миллионов. Все эти датчики дают цифровую информацию, и вот первичный поток. Информация из каждого детектора 1 миллион гигабит в секунду. Дальше стоят специальные процессоры, которые ответят интересную информацию, вот неинтересную. Но представим себе, в коллайдере могло произойти просто упругое рассеяние двух протонов. Конечно, нам такая информация не нужна. А весь детектор ее сфотографировал. Ему нужно очень быстро принять решение. Нам этот фактически снимочек интересен, или его нужно выпустить. И вот после многократной фильтрации, у каждого эксперимента она своя, на выходе остается потенциально интересная информация, ну, примерно, я думаю, что все мысли, так же, как и в Atlas'е, а в Atlas'е идет примерно 25-200 мегабайт в секунду. У нас где-то 300, чем-то. Ну, да, близкие значения. Вот это финальный поток информации, который надо обработать. Какая-то первичная информация действительно поступает в ЦЭЛовский вычислительный центр, что не мешает друг другу машины, конечно, разделений, а потом основная обработка, конечно, идет в ГРИТ. ГРИТ – это всемирная распределенная вычислительная сеть, примерно там, условно ее можно назвать, наверное, интернет-соедачевый коллег. Если вот интернет, ну, в том смысле, условно, вальвая, это всемирная распределенная информационная сеть, то ГРИТ – это всемирная распределенная вычислительная сеть, где идет обмен не информацией, а вычислительные сутки. И в России есть с десяток ГРИТ-овских кузлов в основном университетах, и по всему миру на обсчет всех данных четырех экспериментов LHC используется наряда 10-5-й компьютер. Вот, если я ответил на ваш вопрос. Можно еще один? Дрю, пожалуйста. Ну, и вгонок такой, больше для расширения кругозора. В наше время совершить, ну, очень много у вас происходит хакерских атак, ДОС-атаки, понятно, что это больше интересно, банки, ну, что-то с деньгами связанное. Но все-таки вопрос в том, как у вас обеспечивается защита информации, опять-таки на тех же узлах. То есть вы работаете, например, с какими-то лабораториями, ну, вот, например, Касперского, напрямую, или у вас какая-то своя разработка вот этой защиты, или фейрвол, если угодно? Ну, во-первых, те локальные сети, которые расположены внутри эксперимента, а вокруг эксперимента и покупаются вокруг CMS, прямо, непосредственно, близко, чтобы не было потепленения передач данных, вот, вокруг экспериментальной установки стоит порядка двух тысяч компьютеров. Естественно, они физически, эта локальная сеть отделена всего интернета. Дальше у Церна есть своя, конечно, защита, и у всех гритных узлов тоже разработан, когда принималась еще там 10-15 лет назад концепция грит, как это все будет устроить, как там будет осуществляться защита информации, то здесь делается, ну, я не знаю, может быть, с одной стороны, просто, может быть, с другой стороны, кому-то это покажется сложным, но для того, чтобы каждый пользователь, который хочет работать в грит, получил так называемый гритовский сертификат, то есть фактически это пароль, он должен прийти в свой университет, как определенному ответственному лицу, показать свой внутренний российский пастор и под этот пастор получить свой сертификат. То есть, если что-то в грит делается не так, то всегда, наверное, вычисляется конкретный человек, который что-то сделал не так. То есть, система защиты, система шифрования, система компьютерной безопасности, конечно, на высоте. Ну, в целом, не просто, что есть система безопасности компьютерная, там, вы заставляете, по-моему, каждой человек имеет пару рублей в последствии, в целом, да, это очень довольно сильная система, там, а северный спазм, и так в целом, например, я там, скажем, получаю 100 мейлов, 100 писем в день, да, и вот люди говорят, что то, что отсеивают, то, что мы получаем, это 5% там приходит. Вот можете представить, как это, бесконечная, вот бесконечная. Но каждый пользователь, который приходит на работу в церна, обязательно проходит компьютерный курс, компьютерный курс безопасности, и пока он его не пройдет, у него не будет доступа работы на компьютере, будь то компьютерный либо его собственный компьютер, который он принесет с собой офицерам. Пароли не забывайте. И компьютеры зарегистрированы. Так, еще вопросы? Давайте, может быть, где-то уже к животрепещущим вопросам перейдем. У меня еще один вопрос. Вот есть какая-то программа, которая бы была направлена на исследования или попытках обнаружить какие-то следы темной материи в самих работах на Калаеве. Вот есть какая-то такая программа? Конечно, есть, да. Ну, по-моему, начать я сам. Конечно, это одна из задач Калаевна на эти частицы, которые являются хорошими кандидатами на термое вещество во Вселенной. И как раз в физике возрасте энергии есть много моделей, в которых такие частицы происсказываются, и самые разные массы. И то, что мы постоянно делали в последние два года, не в фиксах и физике, а в других моделях, это мы искали именно эти частицы, восстанавливаемые, пытаясь их найти и восстановить, если они не найдены, мы остаемся на какие-то пороги, а на их возможные массы. То, что мы называем суперсимистичные частицы, например, как нейтролины, которые не тормодействуют, очень слабо тормодействуют, что там никто не было. Вот поэтому это поезда нему. В принципе, это дать программу РЕЧСИ и найти РЕЧСИ за кандидата на термое вещество. И, по-моему, сейчас где-то уже парни, там, 1, 2, 3, 2, вот так, ну, порядка, мы достигли. Ну, это, как правило, какие-то теории, это, сказать, вне стандартной модели, да, это все... Да-да-да, а сейчас уже в умении никто из нас уже серьезно на модели не верит, что должна быть более общая глобальная такая теория с большими симметриями, и вот, ну, один из хороших кандидатов – это суперсимметрия. Он совершенно привержен, что, я, если другие люди, которые говорят, что суперсиметрия уже умерла, Игорь Негода. Ну, да, говорили, что уже для этих энергий должны были что-то увидеть, но ничего нет, да, я так понимаю, по суперсимметрии. Ну, конечно, по площадке регуляции, если 20 лет назад мы говорили, что мы хотим открыть Хирский базовый лист, и, там, 15 лет назад, что Варк прорывнулся большие частицы в первый месяц, вот, но их не открыли в течение двух лет, и поставили бы делать мои массы. Сейчас новая волна спекуляций поднимается, что в следующие несколько месяцев, в 2015-то мы их открыли, но уже люди более скептически к этому относятся, в принципе, и, ну, и по физике дело, даже если они где-то, вот, на самом парке, это нужно, по крайней мере, там, не знаю, центровать 100, наверное, еще, что-то, именно, там, пары, то есть, это все спекуляции, а не видимо открыли, где-то еще следующие краны, вот, но, кроме суперсимметрии, есть другие поинтересные модели, там, расширенных размерностей, или там, например, модели, которые вообще нет суперсимметричных, сейчас тоже последние два года они очень популярны, в одном учебной коллекции, то есть, там, другие выжигации, вот, механизмы ГИКСа и так далее, вот, но надо что-то, надо что-то открыть на следующие, наоборот, на следующие четыре года, это все совсем неинтересно. Знаете, я могу добавить то, что Саша говорил, две вещи, первая вещь такая, что еще вот начало, я просто помню, коллаборационный митинг, Атлас, еще по годам вот это, ходили к началу, так сказать, работали ускорители, и тогда приглашали теоретики, которые, так сказать, известны, которые давали, и все говорили, ну вот, вот мы достигнем массу 1D, и вот тут посыпется, вот, все мы ожидаем, все ожидаем, вот, оттуда сейчас вот откроется коров, и все полетело. Но, к сожалению, сейчас масса, если это попринялось, как Саша говорил, что, как бы, в какой-то момент это уже становится неинтересно, потому что физические модели требуют напряжения, чтобы объяснить, как такая частица такой массы может какие-то эффекты производить. Есть даже теории, что, есть такой теории, что вообще говорят, о манковской массе вот после Хиггса вообще ничего нет, это тоже такая теория имеет место, не нужно сказать об этом. А что касается поисков темной материи, ну, кроме того, что мы делаем в наших экспериментах, есть предложения разных экспериментов сейчас, вот, и предложения, они связаны даже вот с русскими физиками, я знаю два эксперимента, которые интенсивно обсуждаются, вот там, скажем, некий эзотический фотон, который вот как-то должен распасться, и эксперимент сейчас обсуждается, и обсуждается его поддержка, взрослась коллаборация. Это такой, он небольшой эксперимент, и, как бы, результат должен быть, если его будет, скажем, через 2-3 года, но это проверка определенных каких-то моделей. То есть вот есть такая вот идея, вот давайте ее проверим, тогда как вот СМС и Атлас, они работают там, грубо говоря, все, вот эти вот, все модели, которые можно представить, можно там изучать. Но вот, например, такая ситуация с темной материи на Земле. Интересно очень. Вопросы еще? Что за живут эти вещи, ну как? Политика, что там, как бедную нашу Россию-то, как там склоняют в Европах? А-а-а, я могу ответить на это вопрос. Поскольку я бы имел очень большой опыт за последние 2 недели с этим. Ну, в самом деле, есть такой клуб «Церн-концерт» называется. Церн? Церн-концерт. Ты с вами, нет? Концерт, да. Концерт. Концерт, да. Люди, которые чем-то беспокоены. Мы сейчас занялись спокойнее тем, что, скажем, в терминале или в Куркэгене в Америке некоторым русским физикам это такие поездки на конференции, а часть американских физиков рекомендовали в России и так далее. Вот, сэр. Этот клуб заставлял петицию в защиту, в деле того, что наука, ну, там, где политика, независимо от того, как государство берутся и борются. Сейчас, если по поводу Украины, то это не должно влиять на науку. Вот, и я впервые, ну, мы сейчас знаем официальное мнение, как бы, на Западной Европе, что там санкции и так далее, ну, поддерживаться тем, что-то, но такое публичное мнение европейцев, мне было неизвестно до этого. Ну, через церн-концерт я понял, что они скорее более симпатизируют, более симпатизируют России в этой ситуации, что их, они понимают, что США, так сказать, глядят куда надо и куда не надо, уже очень давно. По крайней мере, большинство из них, там, таких пророссийские обстоятельства сейчас, наверное, оппозиции занимают, хотя есть совершенно такие твердые, упертые, значит, это самое люди. Что самое поразительное, даже, как я их называю, там, русские, американцы, там, Вадим нашелся, который давно уже наследует в Америке, так он, например, что он хочет санкций против России, может быть, я представлюсь. Я не могу себе такую представлюсь, да. Вот, но тем не менее, было приятно знать, что вот ее направление, вот, нормальных европейцев, скорее, и по нейтральной, или там, у массы своей симпатизирующей России, это очень хороший знак для меня. Потому что я тоже, вот, я так, как, не вхожу, не ворачиваю этот совет или там, а в эту организацию, но, конечно, я имею в виду, имею много бесед на эту тему, в частности. Дело в том, что, так сказать, то, что сейчас произошло, это результат просчетов и грубых, совершенно примитивных ходов, которые международные политики сделают. Это вообще говоря, как бы, так сказать, это нежная тема вообще, Россия, Украина, так сказать, вот эти исторические вещи, тут нужно быть настолько внимательным и аккуратным, что туда с грязными руками или там, так сказать, в сапогах лучше не ходить, это слово посудной лавки, что это произошло? Пришлось слово, посудную лавку, и все, стало падать. Вот это, конечно, и люди это понимают, они понимают, что, как бы, это вина политиков и европейских, ну, и в большей степени, там, многоприятно, со стороны Венки. Потому что, в общем, здесь, как бы, деликатная вещь, и тут нельзя было так, в частности, все же понимают, что нельзя было ставить вопрос реформ, либо Россия, либо Европа. Это же, вот это прямой путь к конфликту, прямой путь, потому что нужно знать историю, хотя нужно знать историю, нужно знать, что там происходит в Украине. Ну да, очень тупая осадка, что официально, скорее, такая атмосфера, такая, мы не конфликтуем, не атакую другую атмосферу, такая мирная. Вы понимаете, коллаборации никак к этому не относятся. Надо сказать, что официально церковь международной организацией и политикой не занимаются, то есть занимаются наукой и вообще всякие всевозможные такие политические, они, в общем, даже запрещены. Да, по-моему, даже в уставе сказка, что национальных интересов, как бы, защита национальных интересов типа запрещена, здесь наука. А, кстати, украинцев там достаточное количество. Да, давайте, Украина и Россия сейчас, они подали заявление на вступление в инфицированные члены ЦРУ. Украина, она немножко впереди России, то есть они уже подали документы, они уже, ну, все, как бы, их можно принять, но это должно быть сертифицировано их парламентом. А парламентом не сейчас сами знаете, то есть пока это вот в подвешенном состоянии. В России точно так же, то есть документы поданы, они обсуждаются, переводятся в Россию, но если бы Россия хотела очень так активно, то они бы были уже подготовлены, сделаны относительно СССР, пока в каком-то вот состоянии, то, что... А причина-то в чем? А причина-то в чем? Я не знаю, что там происходит. Финансы, опять же, нужно же плодить. То есть, знаете, по стране России, и пока ЦРУ... Ну что, дело только в финансы упирается? Или есть какие-то еще причины? На самом деле, деньги, которые должна будет платить Россия, если она станет ассоциированным членом, очень маленькие. Это около 7-8 миллионов в год, это вообще в копейки, да? Да, я не знаю, в копейки, в копейки, в копейки, в копейки, в копейки. Да, если бы... Да. Но это же все равно для России это копейки, это просто вообще... Ну, а очный председ России, Виктор Михайлович, посмотрите... С размерением с этим вкладом будет... Ну, 100 миллионов в год, а на чем это... Это евро? Просто я думаю, здесь как раз вот это вот... Это еще миллионов в год, то есть принесла на 30-50 миллионов в год. Ну, это честно сказать, это... Я думаю, это связано как раз с этой реформой РАН, в которой затеяние в настоящее время, Есть некоторые организационные субъекты. Кстати, вот как реформа РАНТА никак не повлияла на Вашу работу, взаимоотношения? Я все время спрашиваю наших ученых, как это повлияло или нет. И кто-то говорит, кто-то говорит, что повлиял. Пока не повлияло сильно, но через год в какую сторону неясно нам повлиять? Будем надеяться в хорошую сторону не верить. Да, надеяться в хорошую сторону не верить. У Вас еще есть вопросы? Вопросы еще есть? Вопросы еще есть? А то уже время заканчивается, потому что спутник уходит. Я так понимаю, у Вас где-то там мероприятие какое-то, да? Нет, это вообще замещание. Если есть еще вопросы, может быть, мы можем остаться еще на 5-10 минут, оставшиеся? Есть еще вопросы? Ну пока вроде как-то, наверное, вопросы. Мы даже кроичку обсудили, как всегда. Но у нас без этого никак сейчас. Ладно, большое Вам спасибо. Да, большое спасибо. Замечательный, содержательный разговор. Большое спасибо. И до новых встреч, да? Да, надеемся. До свидания, счастливо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»